Калястан-Навуковцы из шести стран приехали в Гомель на международную конференцию «Радиобиология. Актуальные проблемы». Двухденная встреча в ученых проходит в Институте радиобиологии. В форуме удельничаются доследчики из Беларуси, России, Казахстана, Литвы, Швеции и Японии. Побывала на конференции и наша сдымочная бригада. Новоковцы выучают выники доследований по оценке вплива электромагнитных выпрямьеваний на биосистемы у всех узронов. Среди тем медико-биологичные аспекты деяния радиации, формирование доза променивания на человека, способы их снижения. Ученые разглядают методы радиоэкологичного мониторинга за обручеванием новокольного сиродия после ядерных аварий на Чарнобыльской АЭС и на Фукусиме-1, а так само на Семипалатинском выпробовальном ядерном полигоне. Акумото Шуичи, японский навуковец, разом с коллегами из Института радиобиологии распрацовывает технологию эффективных микроорганизмов. Это смешанная культура корыстных микроорганизмов, якая выкористовывается для повеличения микробной разностайности глебы и снижая утрымание у ее радионуклидов. А зараз распрацовка проходит регистрацию на территории Беларуси. Мы занимаемся разработкой микробиологических препаратов. И одна из наших задач – это разработать препараты, которые снижают переход радионуклидов из почвы в растения. И вот в этом плане мы сотрудничаем с Институтом радиобиологии еще с 1996 года. Радиоцины даже 32 годы тому пройшли и над Швецией. Вученые с этой краины до этого часа активно доследуют наступство техноенной катастрофы. Активно сопрацовничают в этом накерунку с беларускими навуковцами. Наприклад, зарабили дозиметр, один идеючий компонент, якого – обычная соль. Кажут, он каштует копейки и верьми эффективны. Его опробовывают в Ветковском районе. Худко будут вядомы основные выники на зеранне. Прошло уже достаточно много времени после Чернобыльской аварии. И мы хотим выяснить, какие же уровни и как они варьируют в настоящее время. И какую дозовую нагрузку получают местные жители. В Швеции мы проводим схожие измерения. И наша задача сравнить, какие же уровни радиации в Швеции и в Беларуси. Удельники конференции вынесли пропонову на Узровню Республики створить специальные державные навуковые программы уголяне радиоэкологии, радиобиологии и инших сумежных накерунках. А так само наладить больше тесное международное супрационистство для доследования уплыва опроменеваний на живые организмы. Марина Джала, Валерий Гапанько, Телерадо, компания Гомель.